Промышленный кластер, транспортный, сельское хозяйство, туризм и социально-креативная индустрия. Эти отрасли стали основными при выборе проектов, которые муниципалитеты привезли на форум. Всего от Краснодарского края почти 450 инвест-предложений. Уже за день до открытия на площадке все было готово к большому разговору между бизнесом и властью. Мы привезли пять проектов. Из них два будет здесь на подписание. Три мы предлагаем потенциальным инвесторам. Значит, общая сумма составляет 746 миллионов рублей. Самый большой из них – это выращивание и переработка фруктов. Мы привезли разнонаправленные проекты. Это, прежде всего, наша традиционная оздоровительно-рекреационная часть. Данный проект расположен не на Черном море, не на Азовском, а на Таманском заливе. Перед официальным стартом проекты, которые презентуют районы, принял Вениамин Кондратьев. Глава региона подошел к каждому стенду. Их на этот раз разделили не как обычно по алфавиту, а по экономическим зонам. Всего получилось семь. В зависимости от географического положения и инвестиционного потенциала. Например, Кореновский район находится в центральной зоне. В ней упор делают на проекты в сфере сельского хозяйства. Привлечь инвестора местные власти решили проектом по выращиванию грибов. До начала данных проектов, вот именно по русскому грибу, 85% шампиньонов завозилось и за пределы Польши, Германии и так далее. Рынок колоссальный. Наверное, то есть, что сегодня делает наш агропромышленный бизнес, он реагирует на спрос. Да? Да. И это абсолютно правильный подход и подход глав муниципальных образований. То есть, готовить те инвест-предложения, которые максимально отвечают сегодняшнему спросу на рынке. Постребов, да? Да. И тогда, конечно, проще будет находить инвестора. Если они не с неба эти инвест-предложения, а предиктованные рынком, спросом на рынки, дефицитом на рынке, в том числе продукции или услуг, как коллеги некоторые предлагают, тогда это будут очень результативные проекты, конечно, доведенные до результата. И они очень быстро, я уверен, найдут своего инвестора. Ставку на агропромышленный комплекс решили сделать и в Каневском районе. На инвестиционный форум муниципалитет привез проекты по сельхозпереработке. А одним из основных предложений стало строительство большого тепличного комплекса. Сейчас мы по площадку, по натуре, полностью инфраструктура вся есть. 874 миллиона, 10 гектар площадь. Это хороший, современный, который будет 7 тысяч тонн овощей вырабатывать. Сегодня, понятно, у нас определенные странные конкуренты. Вы снова идете на тепличные комплексы по выращиванию овощей, не боясь уже этой конкуренции. Значит, вы уже уверены в себе, и наш агропромышленный комплекс уверен в себе и не боится конкуренции. Это очень важно. А значит, мы можем смело и уверенно смотреть в завтрашний день в нашем агропромышленном развитии. Строите, коллеги, строите и не бойтесь. И ту нишу, которую мы уже на полке заняли, поверьте, Кубань никому не отдаст. Чтобы впоследствии не было вопросов со сбытом выращенных овощей и фруктов, муниципалитеты отдельно подготовили инвестпредложения по строительству логистических центров и перерабатывающих предприятий. Как неоднократно заявлял губернатор, это должно быть одним из самых основных направлений. Логистические центры нам нужны. Но главное, чтобы они были заполнены нашей кубанской продукцией. Наша должна быть переработка. Поэтому мне очень важно понимать, что мы строим. Перевалочные базы или настоящие логические центры, в которых будет находиться продукция, которая выращена, произведена в Краснодарском крае. Центральное место в экспозиции края занимает, конечно же, столица Кубани. Краснодар представляет семь проектов. В приоритете – социальные инвестпредложения. Отдельно – развитие инфраструктуры города. Например, чтобы облегчить ситуацию на дорогах, могут построить канатное метро. Мы сегодня говорим о пяти направлениях. То есть, самые загроженные направления – это у нас микрорайон, который включает в себя стадион Вангалецка. Дальше земельный участок именно в московском микрорайоне у нас, в Восточном Кругликовске. Это у нас Красная площадь. Красиво заявили, красиво показали. Берем время – полгода, чтобы все взвесить. И тогда горожанам, глядя в глаза, сказать – или мы начинаем, или не начинаем. А если уже скажем, что начинаем, тогда назвать сроки, когда начнем и когда закончим. И когда в городе появится канатное метро. Продумывать логистику в соответствии с ростом краевого центра приходится и ближайшим к нему муниципалитетам. Горячий ключ, северские и Денской районы напрямую зависят от дальнейшего развития кубанской столицы. Владимир Владимирович, так как мы ближе всех к городу Краснодару, их стратегия развития 2030 предполагает следующее, что это непосредственно логистические центры. То есть мы первые из города, когда будут выходить промпредприятия и склады, мы должны первые, кто предоставит эти места. Тут сейчас мы с мэром Краснодара говорили о том, что национально краснодар должен быть круглым. И двигаться он начнет, чтобы стать круглым, иметь эту форму. Но оно Денской. Вот Денская сегодня должна синхронизироваться глава района с мэром Краснодара для того, чтобы понимать, где развитие Краснодара в приоритете. Чтобы не получилось так, что они сейчас промзоны понаделывают, а потом эти промзоны в ближайшее время, а это может быть через 10, а может быть через 5, уже будем выносить, наверное, в какую сторону. Поэтому здесь надо просто взять на особый контроль, чтобы своим промышленным потенциалом Денской район не убил будущее Краснодара. Все проекты края уже сегодня были оценены бизнесменами. Чтобы привлечь инвесторов, у регионов есть всего два дня.